У Ахата было интересно, если пять лет Анна Ахматова погладила по голове Ахата, сказала, ох, какой рыжий, он уже стал белым. Ну, всё-таки это символично. Сейчас говорят, вот ведущие сидят, вот здесь три ведущих писателя российских трёх национальностей, они поют песни, читают свои стихи. Твой адрес, это не всем удаётся. И только тем, кто написал пока небольшую книгу, тебя от тебя ждут многое. Что-то кто-то хочет сказать, пожалуйста, молодой. Людмила Валентиновна Фадеева, вдова великого поэта Леонида Фадеева. Недавно был вечер памяти, где провела именно Людмила Валентиновна. Спасибо вам большое. Я действительно, вы знаете, неожиданно попала вот в этот дом. Случайно просто, случайно познакомилась с Ахатом Газисовичем. Потом он меня сегодня пригласил. Я была здесь на нескольких вечерах, прекрасных вечерах. И я просто хочу ему большое сказать спасибо за ту теплоту, с которой он меня принял. И за мной. И вот многие-многие, я сейчас уже узнала здесь писателей, ну вообще людей, вот в этом центре. И мне кажется, что иногда кажется, что я чувствую тоже этой национальности. И мне так хорошо, уютно всегда было здесь. И благодаря этому я вам просто признательна очень. Но сегодня действительно праздник. Сегодня день рождения книги. Я, правда, не повторяйте, пожалуйста. У меня нет книги. Ой. Да, я тебе напишу. И поэтому, так как сегодня день рождения книги первенец. Это прекрасно. И надо дарить подарки. Поэтому я тоже хочу подарить книгу. Она буквально недавно вышла. Это книга моего мужа. Я ее составила. И его пять лет нет. Это девятая книга, которую я составляю и выпускаю. Именно моему другу. Девять. 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 Девять месяцев. Спасибо. И вам спасибо. Вам спасибо. За вашу встречу. Аплодисменты. Я подожду. А мы бездание говорим. Да, да. Мы вам передадим. Вы мне передадим? Нет. Уважаемые, пока подписывают. 30 секунд. Давайте, пожалуйста. Не 30, а 2 минуты. Так, всем. Уважаемые. Уважаемые гости. Спасибо. Спасибо. Я из города Пушкина. Ахат Газизов, я знаю более 10 лет, но только сейчас. И когда он ходил в литературный институт, я вообще-то знаю, люблю. Для меня был большой праздник. Я скучаю этим семинаром. Если кто учится там, берите меня с собой. Там праздник для души. Я инженер-строитель, но в отличие от вас я получил первую с автографом охота книгу. Ну, пришлось, надо было удалось мне еще чуть покопаться. Я буквально не зло употребляю. Оно самое лучшее, конечно, сказано. Людмила Шипахина, Магалитин Саров, конечно, это хорошо, от сердца. Это вам на самом деле достоин. Второе стихи, здесь их маловато. Я вот сказал, ребята, ну ахат, а ну, переливайся на себя. Когда у него такие, такая душа расплела благодать, дай Бог мне яснее и больше сказать. Я вам парит, куринку покупал, когда вот эти строки есть, когда идет от сердца вся суть. Дальше он говорит, Всевышний, дай мне промедление, исполни то, что я хочу. Промедление не будет, когда я не разговариваю, а хоть раз не будет. Ахат, я говорю, спеши, потому что это время старотечно. Ну, и литераторный институт есть. Это целое, ну, как счастье, он один из среды, я знаю, который в таком возрасте сумел туда внедриться, учиться, получить такое образование. К сожалению, в Москве нет таких вот татаро-русскоязычных, опишущих писателей в нашем стыду. То есть он перевод с татарского на русский, это редкий экземпляр, когда-то пошли так сказать. Так что пишу, литературный институт. Учили нас возвышенным словам и ритмам яростным, чтобы быть людьми услышанными задолго мне до старости. Задолго мне слово не нравится, как-то другое надо говорить. Потом у него собственность, эти строчки. Хочу услышать личное, чтобы Валентин Васильевич сказал, ахат, отлично. Взяли его нет, переделать им большой знак уважения, любви. И потом дальше возникает вопрос, ахат, три года как закончили, да? Три года как закончили? Да, три с половиной прошли. Хочу, думаю, мой младший брат на три года моложе, такой не должен быть рост. Он где-то, наверное, прямее хочет, но эта книга маловато. Если новая книга пишется, поработать, где-то ее нашу брата, но они ищут Мобелевскую. Ну, это Татарстанция, там можно в России. Высилят Союзописатели? Что? Высилят Союзописатели? Будет. Будет. Как, короче говоря, мы от вас требуем, у вас был РОС, на Союзописателе, где-то вот калифейн сидят, как-то надо его пошлепать, помогать ему.